Все вы должны знать, что от лидеров государства многое зависит. И демократия нужна, и все остальное нужно. Но для каждого у нас в государстве нужен лидер достойный и нужна личность. Вот в Узбекистане личность лидер Ислам Харимов. Почему я хотел, чтобы у нас отношения восстановились? Во-первых, потому что для меня это было невозможно, что между Узбекистаном и Азербайджаном существовали те отношения, которые оказались в 1991-1993 году. А во-вторых, я знал, ну как Ислам Харимов в тех тяжелых условиях, когда на Узбекистан были огромные нападки из Москвы, и по существу пытались скомпрементировать народ, скомпрементировать республику, оказался человек, который поднялся и противостоял всему тому, кто неисправедливости еще во времена Советского Союза. И провел мужество, и перед этим мужеством все отступили. Поэтому личность, которая и во времена Советского Союза по существу спас Узбекистан от того тяжелого положения. Я работал и жил в Москве, и я знал, что делается с Узбекистаном со стороны центрального правительства Советского Союза. С народом, вы понимаете, народом. Это было по существу травля народа. Геноцид. Это по существу был геноцид. Я о этом говорил в Узбекистане, выступая, и сегодня вспоминаю, это с болью на душе. Я член политбюро, приходил на заседание политбюро, на узком заседании, и там 10-11 человек наши, закрытые. И Горбачев через день поднимает вопрос. В Узбекистане тот взяточник, в Узбекистане та коррупция, то другое. Олег Горбачев каждый раз вытаскивает список, что вот весь 20 человек из Рязани, из Грянска, из Орла, из Томбова, из Ярослава, простых инструкторов, райкомов, или там работников исполкомов, посылают на должность руководителей районов, городов и областей. В таком тяжелейшем положении был Узбекистан. И, к сожалению, руководители, которые после смерти Рашидова оказались в руководстве, не только не могли противостоять этому, также способствовали и один, и второй, ну, фамилия их известны. И вот появился человек, который сумел защитить свой народ. Сумер. И он сегодня в тяжелых условиях стоит твердо, на защите своего народа. Условия тяжелые. Во всяком случае, то, что происходит на юге Средней Азии, всем известно. Поэтому у меня, конечно, одно чувство было к народу, как азербайджанец, как представитель азербайджанского народа. А другое еще чувство, наверное, все это было к этому человеку личности. Спасибо. Спасибо.